Всем привет! Я приветствую вас на своем канале, посвященном всему помаленьку. На данный момент это рынок криптовалют. Давненько меня здесь не было, переезжал на Яндекс, Дзен и на Рутю, потому что вполне возможно, что YouTube заблокирует, и я не смогу им полноценно пользоваться, но есть VPN, поэтому спасибо VPN. На данном канале я рассматриваю криптовалюты различные, которые меня интересуют, которые я планирую прикупить, либо уже прикупил. Одну из таких как раз сегодня я рассмотрю, это ApeCoin, сокращенно Ape, поэтому кому данная тема интересна, данная тематика вообще в принципе криптовалюты. Кто инвестирует в криптовалюты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие монетки вы купили, прикупили, к чему это все привело. Может кто-то купил порядка 100 битков лет 10 назад, и отдельный привет, как обычно, крипто-новичку. Данная монетка занимает в рейтинге по капитализации, стартанула она мощно 17 марта, это недельку назад, и сразу попала в топ 100, да, на данный момент она на 39 месте находится по капитализации, по рейтингу сайта CoinMarketCap у 100 тысяч человек в наблюдении, стоимость на данный момент 12 баксов 91 цент, это 13 долларов за штучку. Всего выпущено пока что 277 миллионов 500 тысяч хейпов, так называемых. Максимальное предложение будет 1 миллиард, выполнена она на контракте Ethereum на блокчейне, также есть свой сайтец, короче, за листину она была по стоимости где-то порядка, ну 20 долларов здесь, но я думаю баксов 50, кто-то ее даже и за 50 покупал, потому что ажиотаж был хороший, но он прошел мимо меня, о ней узнал я просто случайно, смотря стрим одного чувака на ютубе, но так как это довольно-таки известная серия NFT, а капитализация рыночная на данный момент ее 3,5 миллиарда, при полной эмиссии планируется аж 12 миллиардов, и почему, чем замечательно эта вообще примечательная данная монетка. Ну а на самом деле это все как обычно, ApeCoin это токен управления полезностей в системе, Ethereum ERC20 используемый в экосистеме, и сама экосистема, как я понял, также только вся в процессе производства, поэтому монетку стоит прикупить, потому что скорее всего она еще о себе заявит и покажет. Единственное, что меня смущает, это то, что их всего пока что 28% выпущено, но и многие из них, кто имел деньги и прикупил в свое время NFT, которые пару лет назад, по-моему, вообще там за копейки чуть ли не бесплатно раздавались, а сейчас они стоят там порядка 100 эфиров и выше, это где-то 30 миллионов, допустим, на русско-российские рубли, или за 500 тысяч долларов можно купить, но не суть. Ну в общем, это токен управления, его создали как бы с целью децентрализованной автономной организации, раздавали, да, там где-то даже и по 50 тысяч монет, соответственно, это сколько? 50, вот умножьте даже на 10 баксов, 500 тысяч долларов просто так, да, кому-то взяли, из-за того, что картинку в свое время подсуетились, пару лет назад приобрели, и держат у себя на кошелечке, и получают за это вот такие вот прикольные потешные раздачи. Ну да ладно, я отвлекся, погнали. Владельцы ApeCoin управляют собой через децентрализованную структуру управления, контролирующие ApeCoin DAO до децентрализованной автономной организации, голосуют за то, как следует использовать фонд экосистемы ApeCoin. Фонд Ape управляет предложениями, согласованными держателями ApeCoin. Кто же является основателем? Основателем ApeCoin это децентрализованный проект, вдохновленный проектом яхт-клуба BoredApe, да, BoredApe, YapClub, это которые выпускают как раз эти самые нитишки, сейчас чуть позже мы зарулим на сайте OpenSeam, и там все посмотрим. В общем, ApeCoin был создан для использования в растущей ее экосистеме Ape, который поддерживается фондом Ape. Ну и главным образом, я как понял, эта монетка нужна, чтобы быть в так называемом совете директоров. Соответственно, этот административный совет будет отвечать за повседневное администрирование, бухгалтерский учет, управление проектами, то есть планирование, да, для развития всей этой экосистемы, которая только вот-вот планируется создаться на наших глазах. Ну а члены ApeCoin голосуют за членов правления соответственно, то есть такой совет директоров. 62% всех ApeCoin было выделено в экосистемный фонд, Ну а также этот фонд Ape получил в подарок одну NFT-шку от Yagalabs, создателей яхт-клуба Boretape, яхт-клуб, да, так называемый. Это произведение искусства, мартышище, но сейчас посмотрим, что это за произведение, и кто бы прикупил бы на самом деле. В день запуска монеток было 30%, да, сейчас их соответственно чуть поменьше. Если мы зайдем на сайте CesarScan, то увидим, что да, 1 миллион Ape'ов выпущено, держатели всего показывают, что 33 тысячи, но прирост такой, ну, идет. Буквальные трансферы происходят уже 210 тысяч. По сути, довольно-таки частые, много их уже здесь за последнее время. Раньше было поменьше, но смотрите, покупают на Uniswap, да, на децентрализованной бирже, ну, и, скорее всего, на прочих разных. Если мы зайдем к ним на сайте, то здесь такая вот иконка, лейбл, как его назвать, графическое лого обезьянки, черепушки, все довольно симпатяво. Ну, и также, если перевести на английский язык, точнее на русский, то можно почитать, что ApeCoin предназначен для экономики Web 3.0, то есть это возможно в будущем, да, этой монеткой можно будет очень хорошо все везде расплачиваться, и по стоимости она будет очень серьезной. Опять-таки, если она связана, сборит Ape Яхт Клаб, а она связана, и все они ее пиарят. Зайдем на Twitter попозже и посмотрим. Культура нашла новое выражение Web 3.0 через искусство, игры, развлечения и мероприятия. Возможности влияния блокчейна на культуру настолько безграничны, что их пока все невозможно предсказать. Ape это токен, созданный для поддержки того, что будет дальше контролируемый и построенный сообществом. Он будет служить децентрализованным уровнем протокола для инициатив сообщества, который продвигает культуру в метавселенную. Фонд Ape является управляющим ApeCoin. Это не надзиратель, а базовый слой, на который держатели ApeCoin и WebCoin DAO смогут строить. Ну и далее, там как всегда про децентрализацию, администрирование, бухгалтерский учет не особо интересно. Цель фонда Ape справедлива и всесторонне управлять ростом и развитием экосистемы Ape. ApeCoin DAO существует потому, что децентрализованное управление имеет решающее значение для создания управления глобально рассосредоточенным сообществом, и следовательно, имеет решающее значение для успеха экосистемы Ape. Ну то есть, все заинтересованные лица раскиданы по всему миру, принимают решения, они тоже все сообща. Ну в общем, как обычно, да, то есть много таких децентрализованных сообществ. Тот же BitDAO монетка, которую я рассматривал. В одном из обзоров можно найти, посмотреть. Ну и достаточно много уже на самом деле, но вот эти вот конкретно заточены под этих макак. Чисто, возможно, совместно кто-то с макаками решил хайпануть и посрубить так достаточно очень крутого баблица. Соучредители Алексис Аганян, Эми Ву, Мари Баджа, Яд Сил, Дин Стейбик. Мне на самом деле эти фамилии ни о чем не говорят. Мне интересно, можно ли заработать на этой монетке, но я думаю, да. Также ApeCoin это служебный токен экосистемы, представляющий всем ее участникам общую и открытую валюту, которую можно использовать без централизованных посредников. Также возможность предоставления к различным играм, товарам, услугам, мероприятиям и прочему. Ну и соответственно возможность участвовать в этой экосистеме разработчикам. Смотрите, и если взглянуть на их расосредоточение монеток. Держатели 62% это просто сразу фонд. 16% распределено в компании, стоящей за Bored, Ape, Yacht Club. 14% распределено компанией и людям, которые стоят за этим проектом. И 8% основателям Yacht Labs и как раз Bored, Ape, Yacht Club. То есть 8% все-таки они ушли непосредственно с самой-самой верхушки. Также ниже было показано, как кому что распределялось. Только скучающая обезьянка. 10 тысяч токенов распределено. По NFT-хам, да, только обезьяна-мутант 2800. То есть 2000 монеток, 2042 монетки. Опять-таки Bored, Ape и еще Kennel Club какой-то 10 тысяч монеток. Обезьяна-мутанта Kennel Club. 2898 токенов. В общем, если у вас было NFT, я вас поздравляю. Вы заработали очень много боблица. Здесь же можно на сайте почитать, кто как выбирался в управлении. Но я думаю, это не очень интересно, потому что скорее всего редко у кого есть такая NFT. Здесь же на сайте можно просто очень много посмотреть, как, что, чего будет решаться. Но в принципе здесь просто описано, знаете, как своего рода конституция. Как, где, что. Как обычно, дорожная карта. Как происходит голосование. Ну, в принципе, все правила. Это когда на работу устраиваетесь и вам выдается, допустим, должностная инструкция. Здесь то же самое, только про эту организацию, про ApeCoin DAO. Допустим, как со временем ApeCoin DAO превратится в сообщество, да. То есть будет наем членов DAO для решения административных задач, управления проектом и модерацией вместо назначенной компании. Создание руководящего комитета, сообщества, внедрение ончейн голосования. Также будет ежегодное голосование для избирания членов совета DAO. Первоначальный совет создается на более короткий срок, в 6 месяцев. Ну, чтобы никто, видимо, особо не зажирался. Ну, возможно, кому-то будет слишком сложно участвовать во всем этом. Здесь же всякая терминология, то, что я думаю, что это больше полезно тем, у кого очень много монеток, но нам с вами много, по сути, не надо. В общем, зависит на данные монетка. На таких биржах, как Binance, Hobby Global, Coin, Coinbase, на KuCoin, на Gate.io, на FTX, на Kraken, на Bybit, на Gemini, на децентрализованной Ethereum, на Uniswap, на Polonix, на OKX, на Maxi. В общем, вообще уже везде, где только можно. Сам я ее купил еще в субботку, хотел записать видео тогда, но не удалось, поэтому записываю посреди недели. Выложу, скорее всего, его в четверг, то есть 24 марта. Извините, что так поздно, но переезд видосов с разных каналов в разные каналы, это так утомительный, довольно-таки долгий процесс, поэтому подзабил я на запись видосов на пару недель. Но я надеюсь, что я вернусь в скором времени, и где-то со следующей недельки видосики будут выходить, как обычно, регулярно. Потому что мне само-то нравится и прикалывает. Ссылочки на данные биржи у меня есть на канале, в комментариях. Переходите, регистрируйтесь, покупайте весь процесс, я записал на видео. Для этого я привязываю свою картиечку, просто вбиваем номер карты, там же у себя в Киви кошелечки и привязываем. Жмем добавить. Все, погнали, короче, 10 рублей списалось, парольку я отправил, карта привязана. И все, вы успешно, в общем, привязали карту, чтобы оплачивать картами других банков напрямую. Можно будет переводить с Киви кошелечка на любой другой, не переводя, соответственно, на само Киви сюда. Теперь самое интересное, если мне нужна мартышка, это монетка Ape. То есть я хочу 10 штучек купить. Стоимость где-то сейчас, она 11 долларов. Всего мне надо, значит, порядка 110 баксов и есть. Если взять и посмотреть курс Binance, это 103 рубля за доллар. Да, но это при наличии этой самой фиатной монетки, за которую покупать. В данном случае у меня это рубль, естественно. И опять-таки, чтобы пополнить рубль, нужно зарулить на Binance P2P покупка. Самый дешевый коэффициент у перекупов, кто сейчас эти услуги предоставляет. Получается 9% комиссия. Но куда деваться. В любом случае это лучше, чем если, например, с Киви сейчас покупать тот же доллар по 114 за рубль. Потому как 120 умножить на 114, это получится 13680 рублей. Это уже как-то, ну, многовато. Это почти что на косарь, сколько 200, да, дороже будет выходить, чем так. Даже с учетом той комиссии, с которой меня сдерет с Киви. Ну, попробуем. Итак, надо взять какого-нибудь паренька, у которого есть то, что мне нужно. Допустим, вот Киви, да, лимит 16 тысяч, я хочу купить рубли. Мне нужно, сколько мне нужно? Фиг с ним, хочу 13 тысяч, допустим. 13 тысяч, я хочу купить. Заказ успешно размещен, окей. Артемки надо перевести. Подтвержденному пользователю, отлично. Комиссии того у меня будет порядка, косарь 200, да. Ну, крутовато, конечно, но посмотрим. Если возьмем Киви, Тинькофф, Киви, так, Эксплойдер, копируем. Жмем, короче, перевести деньги по никнейму. Никнейм получателя Эксплойдер. Комментарий сейчас напишу. Что написал для Бинанса, 13 тысяч, карта любого банка, карта моего банка, окей. Итого 14 170, оплатим с моей карты, жмем оплатить. Все, жмем код от банка, сейчас если банк не заблокирует, а Сбербанк может заблокировать. Платеж проводится, окей. Платеж проведен, отлично. Напишем продавцу, что платеж проведен. Жму оплатил. И посмотрим сейчас, как продавец мне быстро денежки переведет на мой фиатный баланс. Комиссия конская, конечно, получилась, но что поделать. Но зато смотрите с Киви, с меня, да. Как я понял, комиссии 0 рублей, это уже хорошо. Это прям замечательно. Артемка мне должен перевести бабосики. Так, ну что, дружище мне отписался или не отписался. Ну, посмотрим баланс, да. Пополнение, вот 13 тысяч мне пришло, это 123 бакса. Отлично. Все, короче, я его поблагодарил. Все отлично. Теперь идем. Так, мне их нужно перевести в мой кошелечек. Для этого сюда, в перевод. Так, из пополнения фиат наоборот. Короче, берем все, подтверждаем. Так, теперь мы опять-таки купить криптовалюту за фиат. Берем свои 13 тысяч, все максимум. Из-за них получаем. Что нам нужно? Нам нужна USDT. Ну, сейчас мы ее и получим. Так, выбираем получить 126. Почему бы и нет? На полную котлету. Опять-таки, смотрите, как вариант. Можно тоже, да, people to people купить. Здесь же на Binance, но здесь 103,2 рубля. То есть, опять-таки, фиатный баланс в рублях. Ну, какой смысл, что здесь 103,2? А здесь 102,9. Конечно, если внутренние комиссии есть. Давайте посмотрим. Жмем продолжить. Стоимость нифига. Все как обычно, подтверждаю. Дайте мне монеток USDT. Хочу дайте много. Правда, не по такому курсу, конечно, хочется. Покупка совершена. Переходим в кошелечек. Да, окей, в кошелечке оно все есть. Да, 136 баксов. Так, заходим сюда. И берем своих мартышек. Сколько мне нужно? У меня есть на 11 штучек мартышек? 11 эйпов. Даже, может, 11.1. Хочу вот так вот 11 мартых купить эйпы. Разместил ордерочек на 10.98. Ну и все, короче, лимит исполнил. Там подождали буквально минутку. И все, у меня теперь есть мартыхи. Смотрите, что можно еще сделать. Зашел я на кошелечек. У меня там 10, правда, мартых. Потому что комиссию я не учитывал, к сожалению. Но 10.98.9 мартых тоже неплохо. Сейчас их можно в стейки пихнуть. Поместим ее в депозит под 5%. В принципе, я все равно как бы хотел все в долгосрок зафигачить. Максимальное количество. Максимальное количество. Но как раз это ползет когда-нибудь. Да, я все прочитал. Запихнули мартыху. Подтверждаем. Все, подписка успешна. Теперь заходим вот сюда. Это в Binance Earn. И здесь у нас получается, что у меня здесь. За 30 последних дней профит 2 бакса, 1.5 бакса. Всего у меня там 500 с чем-то лежит. До судного дня, так называемого. А да, пока Binance не запретят окончательно где-нибудь или скажут. Извините, пока-пока. Да, вот зашел я на свой аккаунт. И здесь в принципе есть, что у меня хранится. Мартышки, Кейк, Доги, Дидекс, Йота, ТВТ и ВАКС. Дидекса надо тоже, кстати, прикупить. Но это будет уже скорее всего зарплатушки. Где-нибудь через месяцок. Потому что сейчас я хочу еще купить Тонкоин. Ну а потом дальше буду думать. Пока что упор сделал на Эйп, на мартышку. Потому что что-то по ощущениям мне кажется. Я чувствую, что она должна прям нехило взлететь, как ракета в апреле месяце. Потому что еще утром у них было всего лишь 183 тысячи читателей. Сейчас уже 185. Регистрация в феврале. И здесь у них, смотрите, Snoop Dogg ретвитнул. То есть они все держатели, да? То есть все и Snoop Dogg там. И здесь смотри, они не знали, что у меня был Эппин Коин. Ну типа они все тусят, а я такой пришел с такой монеткой красавчик прям. Но посмотрим. Кстати, здесь я у них почитал про новости, что у них в апреле где-то что-то готовится. Кстати, вот уже новые NFT-шки. Также написано, что это опять-таки, что это токен управления и полезности ERC-20. То есть сделанный на эфире. Используемый для расширения возможности децентрализованного построения сообщества в анавангарде Web 3.0. Токен для культуры, игр и коммерции, используемый для создания децентрализованного сообщества. А, ну и вот здесь смотри, Yuga Labs пишет, что увидимся на другой стороне в апреле. Ну вот и посмотрим, во что превратятся мои несчастные 100 баксов. Если зарулить к ним на Twitter, то здесь смотрите уже 221 тысяча читателей. Регистрация в феврале 2022 года. 97 твитов они уже запостить успели за месяцок, да? А какие шалунишки. Также, так как я подписан и на VOO Network, и на Bybee, то здесь у меня пометка, что он в читаемых. Новости у них постятся практически каждый час. Вон 2 часа назад последние, что можно проголосовать за ApeCoin DAO. Официально открыто перейдите, чтобы просмотреть и проголосовать за первое предложение о том, как следует управлять. Но это, скорее всего, все-таки, ну как обычно, нужно тем, у кого есть какие-то заинтересованности. Помимо того, что им недостаточно, что у них есть монетка, которую они вложили и хотят ее как-то участвовать в развитии. В общем, здесь же формальный процесс подачи предложений. Любой член DAO может подать предложение. Этот процесс описан здесь. То есть, если у вас какая-то есть идейка по развитию, подкидывайте. Если вы купили эти монетки, то огонь. Мне, в принципе, очень интересно. По одной такой простой причине даже. Потому что, если зайти на их сайт, а он прикольный, то здесь есть ссылочка сразу на купить на OpenSea. Вот таких вот забавных мартых. Можете покупать даже их мерч. Да можете все покупать, потому что именем покупил. Почему бы не покупать и нам? Да, именем там отдал порядка, ну, очень много сотен тысяч долларов, чтобы выставить на аватар. Но смотрите, на OpenSea, допустим, берем вот такую мартыху. Стоит она 87 эфиров. 87 эфиров. Эфир по курсу в рублях на сегодняшний день. 288 тысяч, да? На 8% он упал. Странно, почему? Ну, не суть. Даже с этим 25 миллионов рублей. Ну, или всего лишь 257 тысяч долларов. За такую вот мартыху, представляете, есть по 100 эфиров. Есть по 91 эфир. Ладно, давайте в максимальную сейчас возьмем. Хотите взять вот такого вот капитана? Вот такую вот макаку с такими вот сердечными очками. Которая была куплена за 144 эфира. А продают ее за 18800 эфиров. Ну, это какая-то катастрофическая сумма. Это даже как-то в долларах-то крутовато за 55 миллионов долларов купить макаку. Че, сумасшествие же, верно? Кто-то покупал всего лишь за 0,6 эфира. После таких сумм, вот, тысяча в полторы эфира тоже кажется. Но, в принципе, смотрите, какие макаки. Дизайнеры, я думаю, стараются. Но какие-то явно макаки. Не знаю, конечно, кто их как пиарит. Почему они такие мощно выстрелили. Но это жесть, конечно. Если непосредственно зайти к ним на Twitter. То регистрация в апреле 21 года всего-то. Представляете, даже года не прошло. У них же, уже у них 772 тысячи читателей. 4,5 тысячи твитов. На своем твите они тоже, типа, here we go. Типа, погнали мы. Вот, 17 марта все было залистино. Представляем там вам ApeCoin, сокращенно Ape. Токен для культуры, гейминга, коммерческого использования. Ну и все то самое, что было в видео. В данном, на данный момент. В общем, на самом деле, покупателей нет, да, с текущих. Когда цена у него была 20 баксов, потом снизилась почти в половину. Минимум был где-то порядка 8. Если взглянуть на 4-х часовки, да, то что здесь видим? Ближайшая цель 15 баксов. Сейчас уже 13, да, на Binance торгуются. Минимум были где-то 9 долларов. Ну и, по крайней мере, ниже 7 баксов. Вот от 7 бы я ее прикупил, да, по-хорошему. Если она ниже 7 упадет, я стопудово закуплюсь еще. Десяточку возьму. Вот, но если верить Binance, то здесь максимум был где-то 27 баксов. Возможно, где-то в других местах она была гораздо дороже. Особенно с учетом всех комиссий. Ну, так пока я думаю, в диапазоне где-то от 15 до 10 должно ходить. Особо больших предпосылок, при которых оно должно стартануть в марте. Но, если Twitter почитать, то все события какие-то планируются в апреле месяце. И вот тогда, в апреле, она может реально стартануть ракетой. Ну, соответственно, как ракетой, ну, X-3 дать, потому что пока что 3 миллиарда до 10 миллиардов, да, с чего вдруг. Особенно, если пока никаких подвижек, ничего запускаться не будет. В любом случае, прикольно. Я ее покупал за 10.98. Сейчас она 13. То есть, можно было теоретически заработать 30% от депо. Если бы заходил бы на всю котлетку. Но, как обычно, даже 100 баксов в нынешних условиях это как-то слишком круто. Потому что на данный момент сколько? 97, да, стоит. Если отдавать, платить в рублях. Но, сами знаете, какие события идут. Поэтому, банкам доверять нельзя. Никому нельзя доверять. Binance тоже. Так что, при первой возможности, мой совет такой. Но, я могу ошибаться, да, пока Binance держится. Выводить куда-нибудь на крипто кошельки. Лучше не на один, если у вас есть, что выводить, конечно. Также, здесь мои мартышки продолжают находиться в Binance Earn, да, так называемом, в депозите с плавающей ставочкой. Пока что она числена 3000 за прошедшие там 4 дня. Но, как бы, 5% годовых, сами понимаете. Это немного, но не суть. Суть в том, что, смотрите, здесь типа пишут, что 2 больших кита в топ 10 эфиров скупили огромное количество Эпкоин. Продолжайте дискредитировать эту монетку и оставайтесь в стороне от проекта, потом будете плакать. Очень много скептиков, которые говорят, что это скам. Конечно, все может быть. Но, то, что ее только пампят, там, типа, Туза Мун и прочее. Эйп за 10 долларов напоминает мне эфириум за 10 долларов. Хорошо бы, если было так. В общем, сколько людей, столько и мнений. Все как обычно. Но каждому мнению можно прислушаться. Делать выводы, конечно, вам. Мое мнение, что данная монетка чисто сделанная на хайпе. Довольно-таки интересная. Мем или не мем покажет только время. Но, они уже сумели войти в топ 100. Вот так вот резко, представляете? Просто с места, сходу. Сколько продержится, будет интересно посмотреть. В любом случае, я ее добавил себе на заметку. Добавил себе в кошелечек. Ну и подождем, к чему это все приведет. На этом все. Всем, кому данное видео было полезным, интересным. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, будете ли вы покупать эту монетку. Что про нее думаете вообще, про эту криптовалюту. Всем всего хорошего. Здоровья, конечно же. И покедово. Увидимся.